Многофункциональный центр в МИАСе возобновил свою работу после майских праздников. Сегодня утром у его дверей образовалась огромная очередь. Ввиду большого количества обращений, сайт Госуслуг не справился с наплывом пользователей и временно приостановил свою работу. Отчасти это повлияло и на количество МИАСов, пришедших занять живую очередь в МФЦ. Люди пришли с самыми разными вопросами. Кому-то нужно пополнить баланс своего проездного, кому-то поменять водительское удостоверение, а некоторые пришли оформить пособие на ребёнка. «Госуслуги закрыты, ограниченный доступ, так что талончик никак не взять, только в живую очередь». «Только что подошёл, у меня на полдвенадцатого должен быть талон уже. Вот стою, жду. Надеюсь, что попаду». А вот что касается единоразовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 15 лет, то такая услуга не будет оказываться в МФЦ МИАСа. Оформить её можно будет через портал Госуслуги, в отделении пенсионного фонда по месту жительства или же в личном кабинете на сайте ПФР. На сегодняшний день по единоразовому пособию ожидается внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие такую выплату.